Что на горизонте? Там наша ухудшенная возможность. Боже, как красиво! С чего начинается любой стартап? Это с идеи. Идею нужно реализовывать. Для реализации нужен комплекс мероприятий, организационного, финансово-технического характера. Наш проект посвящен финансовым мероприятиям, а именно где взять деньги для реализации стартапа. Четвертый слайд. 7 известных инструментов, которые решают этот вопрос. Первое – финансирование за свои. Второе – финансирование за 3F. Все знают, что это такое. Следующие – возможные ангелы, инкубаторы, венчу и тому подобное. На этом не останавливаемся. Немалый известный инструмент – программа Еврокомиссии «Горизонт-2020». Что это такое? Если кто не знает, коротко, 86 миллиардов евро, которые ЕС решила потратить, инвестировать с 2014 по 2020 год на повышение конкурентоспособности Европы на глобальном уровне. Суть «Горизонта-2020» – стартапы участвуют на открытых конкурсах и на получение грантов. Возвращать не нужно, нужно сделать то, что обещали. Под «Горизонт-2020» Еврокомиссия обработана соответствующая методология, процедура подготовки, подачи, оценки, отборы, финансирования и тому подобное. То есть процедура понятна, правила понятны, коррупции нет. Наши власти не имеют отношения вообще никакого. Что мы предлагаем? Мы предлагаем создать продукт-сервис-площадку, еще непонятно, что это будет. Финансирование стартапов, основанного на объединении некоторых элементов традиционных инструментов – ангелы, инкубаторы, венчеры и кончеры. Первое. Второе – инструменты и методологии «Горизонта-2020». Третье – инструменты фондового рынка, акции, биржи и механизмы финансовых террорий. В хорошем смысле этого слова. На основании технологий криптовалют. Как это работает? Владелец стартапа ищет деньги на его реализацию, за эти деньги готов отдать, например, какую-то там долю – 10%. По тем или иным причинам ничего у него не получается. Наш продукт-сервис-площадка совместно с владельцем стартапа, по соответствующим образом доработанным под это дело методиком «Горизонта-2020», разбивает проект стартапа на уровне готовности и готовит структуру проекта для формирования возможного консорциума. В некоторых случаях по методологии «Горизонта-2020» это рекомендуется. Используются технологии уровней реализации проекта. Вот пример этой технологии, в которой каждый уровень описан в Еврокомиссии. Все знают, что это такое, под каждой есть методология, ясно, понятно. Изобретать велосипед не нужен, просто прикручиваем к своей тележке. Описание уровней понятно. Финансирует Еврокомиссия, как правило, с шестого уровня, но нам пока это не важно. Этапы и структуры части проекта будут проходить соответствующую оценку в денежном эквиваленте. Исходя из этого, при помощи инструментов нашего продукта, владельцу стартапа рекомендовано объявить продажу инвесторам части доли, что-то типа акций, своего стартапа. Но не всего стартапа, а этапа стартапа. То есть инвестор инвестирует в этап. По окончанию этого этапа, владелец стартапа обязуется выкупить у инвестора его инвестицию. С дельтой поделёт. Не исключаются другие элементы инвестирования, в том числе инвестиционный выпуск акций и тому подобное. Купив акций, инвестор распоряжается именно на своё усмотрение, хранит, перепродаёт, давит, но всё как обычно. У тебя, само собой, определенный депозитарий, механизм, который инвестор существует. Вот теперь дальше. Всё, время. Да. Что ещё? Всё нашли. То есть мы капитализируем каждый этап стартапа и на этом деле пытаемся привлечь инвестиции. То есть по частям. Коротко всё. Ну, если вверх пролистать, то мы и координаты, и коротко. Какой у вас опыт взаимодействия с программой Harazin 2020? Вот тут как раз, если вы чуть-чуть назад напишитесь на 12-й сайт, там написано какой вообще пункт. А гордитесь кто-нибудь на 12-й слайд? Специалист по всем видам деятельности. Я на сегодняшний день кирилейк контактного пункта программы «Разумительство спорта». Наказываю Министерство спорта науки на целый год. А этот стартап не будет у вас конфликтов? Стартап этот не будет конфликтом интересов с вашими? Я пока не задавал этого вопроса никому. То есть это Е1 тут, она может быть здесь Е1, она может быть здесь Е1? Сколько таких пунктов? Украина. Пунктов? Есть наказ Министерства, который... Любая страна должна иметь национальный контактный пункт или генеральный контактный пункт, и в общей сложности штук 50. Есть. А что означает кандидат Географичный? Да. Можно самые последние? Ссылайте следующее. Все. Спасибо. Вопросы, просьбы, предложения. Да, проект не имеет названия. Конкурс от меня лично. Кто придумает лучшее название этому проекту? С меня коробка пива. Коробка. Коробка. Коробка, коробка. Коробка, коробка, не коробка, коробка. Название. Четыре? Какая? Питилитровых. Придумайте название. Прости вас. Спасибо.